Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня мы с вами поговорим про вот такую коробочку от китайского ножевого бренда Reade. Яд, кому как больше нравится. И внутри у нас сразу лежит парочка складных керамбитов из серии EXO. Это у нас тренировочная версия и регулярная. Вообще, у этой парочки аж 7 цветовых решений по рукоятям и 2 варианта по цвету клинка. Итого 14 цветовых решений. Вообще, когда приходит вот такая вот коробочка, это отдельная тема ее распаковывать. Ты такой почти немножечко Джон Вик. Собственно, серия EXO, у ряд, кто не знает, это интересные гравитационные ножи. Там и утилитарные, и типа гравитационные фронталки и прочее по дизайну экзоскелетона. Значит, в нашем случае все выглядит следующим образом. Есть у нас кнопка, которая переставляется на противоположную сторону. Она отжимается под силой гравитации. Вот так вываливается клинок, и вы делаете обратное такое движение. И нож у вас вот так защелкивается. И если вы думаете, что керамбит единственное для чего нужен, так это для... Сейчас мало-мало убивать тебя буду! То вы совершенно правы. Но мы же с вами нажиманы, нам-то на это все пофигу. Можно иметь дома хоть штык-нож 6Х9, если очень хочется, несмотря на его сомнительную полезность. Да, поэтому мы сегодня с вами все-таки эту тему будем рассматривать. Стало все возможным благодаря замечательному ножевому магазину BassBlade. Ссылочка на ножи, на подборку ряд будет в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также хочу напомнить, что всем зрителям моего канала BassBlade предоставляют отличную ножевую скидку, воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей ВКонтакте или Телеграм. И в описании группы или Телеграм канала найти тот самый заветный промокод. Ну и прошу не забывать, что каждому вашему заказу от 1000 рублей вы бесплатно получаете вот такой вот вспомогательный кухонный нож. Тут предлагаю перейти к характеристикам. Тренировочная версия сделана у нас из пластика с алюминиевым спейсером. И клинок здесь у нее такой вот тупенький в черном покрытии. Ну в общем, чтобы вы не поранились. Кольцо у нас вот это вот тоже пластиковое, видите, да, есть даже такая перетяжка, след от пресс-формы, либо от литья. Не знаю, как правильно это называется. Ну в общем, 110 грамм веса. В то время как, ну, назовем так, нормальная версия, нажиманская, весит 129 грамм. 19 грамм разница. И здесь все это сделано из алюминия. Из алюминиевого сплава Т60-65. И спейсер сделан вот здесь, из титана. Клипса, понятно, стальная. Переставляемая на противоположную сторону. Штуковина это достаточно интересно сидит на кармане. Я люблю, в принципе, складные керамбиты. Вот. И здесь кнопка. Кнопка у нас переставляемая на левшу, на правшу. И вы помните, что у нас в комплекте есть запасная конструктива. У ножа офигенно интересный. И все-таки это, ну, нож. Потом на разборке внимательно посмотрите. По клинку. 75 миллиметров длины. Из них 70 полезных. 3,8 в обухе. Сталь N690. Заявленная 60-61 единица. Я бы хотел видеть N690 в этой твердости на каком-нибудь обычном ноже от данного производителя. Сведение везде равномерно 0,5. 27 миллиметров ширины. И 18 из них прямой спуск. Держать можно вот так. Держать можно вот так. Ну, понятно, что я вот эти все финты делать не умею. Показывать не буду. Я уже научен жизнью. У меня, в общем, есть вот здесь вот шрам. Это я вот. Когда-то у меня появился первый китайский керамбит. Я его вот так выкинул и потом сделал движение обратно, не подумав, что надо руку вот так вот в сторону убирать. И прилетел клювом прям сюда и почувствовал кость. В общем, такое себе впечатление. Тем не менее, для того, чтобы понимать габариты данного керамбита, предлагаю сравнить его с другими известными ножами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, как оценить характеристики керамбита, потому что, повторюсь, его полезность в быту, ну, такая строго прикладная. Чисто там посылки распаковать. В общем, формат имеет место быть. Только если вам нравится такой формат, честно скажу, мне нравится. У меня несколько керамбитов в коллекции. Надо будет, кстати, снять осенью обязательно все, что я нажил непосильным трудом в своих сундуках сокровищами. Это я про ножи. Вот, здесь предлагаю разобрать нож, чтобы посмотреть, насколько он круто внутри сделан. А поверьте, он сделан очень круто с точки зрения вот этих всех решений. Так, друзья, винтиков много. В общем, обратите внимание, что винтики уже такие вот со следами. Не знаю, будет видно. Хотя 100% никто не крутил. Такое с завода может быть. Не обязательно будет, но может быть. Кнопка, кстати, переставляется без разбора. Выкручивается здесь, выкручивается здесь, меняется местами и снова закручивается. Что нас интересует? Нас интересует конструктив. Правильно? Правильно. Значит, сначала мы с вами посмотрим вот сюда. Так, что у нас здесь? Типа восьмерка. Да, скорее всего, восьмерка. Так. Так, значит, друзья, смотрите, вот такая вот накладочка. И у нас стоит хорошая толстенькая бронзовая шайба. Это радует. Вот это у нас все титан. Значит, здесь вот так вот клиночек. Смотрите. Такой вот клинок. Это у нас замки. Видно, где катается детент. Детент у нас. Вот он. Вторая шайба у нас такая с выпилом. И стоит вот дистанционная втулочка. При этом здесь стоит антипроворот. Я выбрал верную сторону, с которой крутить. Здесь у нас стоит с вами дата. Да, собственно, люблю, когда вот такой вот хороший, красивый конструктив. Давайте на клипсу посмотрим. Тоже везде все хорошо отшлифовано, отгалтовано. В общем, красота да и только. Короче, конструкция такая прикольная, но достаточно долго разбиралась. Здесь, собственно, здесь тоже у нас бронзовая шайбочка, упорный штифт. Это все у нас алюминий. У нас здесь вот с двух сторон подложены металлические такие подложки. Для того, чтобы разобрать конструкцию пополам, вам обязательно нужно выкрутить кнопку. Вот ее, собственно, ответная часть. Да? Вот, вот сама кнопочка. Вы ее, если нужно, меняете местами, если вы левша. Здесь у нас, собственно, вот это съемное кольцо. Без него, в теории, работать может, но из-за того, что здесь нечего будет распирать, у вас появятся просто дикие люфты. Конструктив, конечно, джентльменный, просто бешеный. Реально, чуваки здесь посидели, подумали. Везде на каждой детальке, вот на каждой детальке дистанционная втулочка стоит. Везде есть антипроворот. Это безумно радует. Нам бы что-нибудь такого бы EDC-шного плана, какой-нибудь бы фолдер, вот с таким же набором всяких интересных фишечек и примочечек. В общем, имеем очень прикольную штуковину с интересным механизмом. Если вам нравятся керамбиты, то крайне бы рекомендовал к нему присмотреться. Сейчас, на данный момент, это один из самых доступных. И самое главное, что у него в комплекте есть тренировочный вариант. И вы всегда можете сначала потренироваться вот этим, чтобы себе не подчекрыжить чего-либо, либо не покалечить ваших домочадцев. Поэтому, друзья, если подходит формат, если подходит дизайн, подходят материалы и стоимость, я бы рекомендовал присмотреться. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылки в описании. Всем спасибо. Пока.